привет я дарья поздняк и сегодня расскажу вам про кисти рублев из художественной серии которые очень классно подходят для акварели раньше считалось что лучшие кисти для акварели это колонок и белка но уже довольно давно технологии шагнули вперед и появилось очень много видов синтетики очень хорошего качества которое может вступать в конкуренцию и в каких-то случаях быть даже лучше чем натуральный ворс а также появились возможности комбинировать несколько видов ворса в одной кисточке и как раз сегодня мы рассмотрим эти кисти 1 кисти который я буду говорить это микс колонка и синтетики а синтетический ворс идет у кисти на всем протяжении и дает длинный длинный кончик колонок заканчивается примерно вот здесь он дает возможность удерживать большое количество влаги и пигмента покажу вам как работает эта кисть смотрите набираю пигмент чем хороша эта кисть вы можете шириной кисти положить большой мазок смотрите довольно большой мазок сделать большую заливку в один практически мазок я закрываю в широкую полосу и при этом этой же кистью вы можете делать детали то есть вам не нужно тянуться за какой-то другой кисточкой чтобы сделать какую-то мелочи бывает что краска высыхает и теряется вот эту вот возможность сделать красивые детали здесь у вас так не будет происходить потому что вы одной и той же кистью можете делать и большие плоскости очень тонкие посмотрите на эти линии они практически один миллиметр толщиной покажу сейчас четверочку ну и точно так же у четверки можно положить довольно широкий мазок боковинкой воды мало взяла вот довольно широкий мазок боковинкой и положить сделать какие-то маленькие тоненькие штучки сейчас у меня много краски чтобы получить более тонкие штучки лишнюю краску с кисточки нужно отжать лишнюю воду следующая кисть это полностью синтетика имитация белки у нее такой же размер восьмерка а это кисть чем хороша у нее при намачивание тоже довольно острый кончик но эта кисть может набирать и удерживать себе намного больше воды и она помягче если например вам нужно положить второй или третий мазок вы работаете в многослойной живописи многослойной техники и вам нужно положить второй мазок чтобы не поднялся первый то вот эта кисть будет получше потому что она помягче для этой цели или если вам нужно намочить большую поверхность фона например то эта кисть идеально подходит я обычно работаю ей в совокупности с теми двумя кистями которые я показала раньше я люблю работать ими всеми одновременно вот я точно так же смотрите боковой поверхности закрываю довольно большой кусок можно прорабатывать какие-то детали довольно тоненько то есть у нее как бы тоже может быть довольно тонкий кончик сейчас я дожму еще немножечко то есть мелочевку можно прорабатывать и так вот эти две кисточки такие же абсолютно посмотрите какой бомбический кончик а ведь это имитация белки вот смотрите какие-то не пуски можно создавать ну и также она может положить довольно большой мазок что для нас ценно чтобы не терять время когда мы ведем работу чтобы не менять все время кисточки одной кистью можно сделать очень много еще один размер кисточки трешка тоже попробуем сделать тоненький мне сейчас довольно много на ней пигмента давайте я тогда положу конь пятнышка а теперь сделал какие-нибудь малявки ну вот тоже маляпуски можно рисовать но при этом можно же и класть довольно какой-то большой мазочек я работаю обычно четырьмя кистями вот этими двумя кистями восьмерками одновременно и двумя кистями поменьше например вот 4 6 или там 4 4 4 3 не важно не так важно что главное что у меня две кисти похожего размера восьмерки и две кисти поменьше похожего размера как я веду работу для чего нужны две кисти чтобы вам не нужно было постоянно споласкивать постоянно споласкивать пигмент набирать воду для этого нужны две кисточки то есть на одну кисть я набираю пигмент а на другой кисть я набираю воде более мягкой кистью которая держит себе много воды я подмачиваю место куда я буду вносить пигмент вот и теперь кистью с пигментом я быстренько в него ввожу пигмент я не трачу время на промывание кисти я не пачкаю зазря воду то есть очень удобно вести работу двумя кистями я могу сделать какую-то мелкую проработку деталировку вот это очень удобно работать двумя кистями если я работаю на формате помельче или виду более мелкий модуль я делаю то же самое только более мелким кистями то на которой вода я и подмачиваю то место в которое буду класть сейчас мазок вот намочила и теперь я ввожу пигмент другой кистью это очень удобный прием который позволяет вам получать во-первых красивые заливки красивые растеки а во-вторых помогает вам экономить кучу времени надеюсь вам было полезно это видео с вами была дарья поздняк до новых встреч